ПОДПИСКИЙ ПОДПИСКИ Ящиков для посылок, на что только не подписываются западные граждане, от носков, трусов и бритв до эротических фотографий и экзотических орешков. Но вот подписку на пиво я еще не встречала. Вчера встретила, в Великобритании недавно начала работать фирма, которая решила подписывать граждан на еженедельную доставку, по пятницам, пиво в коробках, чтобы небольшая компания не разбежалась после работы по домам, а собралась где-нибудь в офисе или в гараже и дружно отметила наступление выходных. Очень привлекательно. Во-первых, в магазин идти не надо. Во-вторых, пиво придет не дороже, чем в магазине, по 3 фунта за бутылку. В-третьих, теплая компания не успеет разбежаться, пиво доставляется с 13 до 17 часов. В-четвертых, радостное ожидание нового сорта пива, это как ожидание Деда Мороза с мешком подарков. Никогда не знаешь, что он из мешка достанет. А компания, Desk Piers, она и называется как пиво на стол, обещает доставлять пиво только из небольших местных пивоваренных компаний, сваренные почти вручную, с большой любовью к алкоголикам-потребителям. Пиво доставляется сразу коробками, что упрощает процесс с доставки и снижает ее цену. И только одного сорта, каждую неделю доставляется пиво какой-то одной местной пивоварне. Подписаться можно на доставку один раз в неделю, один раз в две недели, один раз в четыре недели, или просто заказать разовую доставку пива, без подписки. Сегодня компания, находящаяся в Лондоне, обеспечивает пивом весь Лондон и весь Великобританский остров. В ее планах, распространить влияние и на другие регионы. Также в ее планах, расширение времени доставки, не только по пятницам, но и в другие дни. И хотя я не приверженец пива и алкоголизации населения, но идея мне показалась интересной следующими моментами. Впервые я встречаю вариант подписки для компании людей, а не для отдельного человека. Компания, это более устойчивая единица общества. Человек может передумать, а компания передумывает редко. К тому же ей одной товара нужно больше, то есть заказ у компании будет более большой. Компания по доставке пива привлекла в качестве поставщиков местных производителей пива, то есть играет на руку развитие местного производства. К тому же местные пивовары очень заинтересованы в бесплатном пиаре своей продукции, своего бренда, поэтому будут готовы поставлять пиво с большими скидками. Плюс к этому две компании, по доставке и по производству, работают без посредников, что выгодно для всех, в том числе и для потребителей. 3. Подписка на продукты питания. Хотя пиво вряд ли можно назвать продуктом питания. Это что-то новое, интересное и более стабильное, чем подписка на что бы то ни было. Потому что если человек подсел на какое-то потребление, то он редко меняет свой рацион. Если я люблю орехи, то я и буду их потреблять. Разного сорта, разного вида, от разных производителей из разных стран. 4. Что-то часто в последнее время я встречаю бизнесы, связанные с производством пива. В одном отчете я встретила цифру, что производство пива в Великобритании увеличилось за 2014 год на 79 по отношению к 2013 году. Судя по всему, не только в Великобритании, потому что в Канаде тоже появляются местные пивоварни в большом количестве. В том числе благодаря тому, что организации стали лояльнее относиться к потреблению пива непосредственно в офисе. Может быть, пивоваренье это перспективный бизнес и для России. Судя по недовольству российских граждан пивом, продаваемым в супермаркетах, это так и есть. Не знаете, на чем делать бизнес в России? Варите пиво. Клиенты точно будут, если не в офисах, так в гаражах и квартирах. Поэтому путь открыт. Если вы хотите заняться аналогичной подпиской на пиво, домашние варенья, копченые колбаски, сало, пельмени от местных производителей, с местными производителями и договориться легче. Избыт им нужен как воздух. И людей порадуйте едой, приготовленной вручную и с любовью, а не бездушным промышленным способом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok